Уважаемые дамы и господа, представляю вам участников поединка. Напоминаю, что бойцы не знают поражений. Let me present you fighters. Fighter and the Blue Conner from Omsk. He is 26 years old, 185 centimeters tall and weighing in, 77.45 kilograms. His professional record. Three fights, three wins. В синем углу боец из города Омск. Ему 28 лет, рост 185 сантиметров. Вес 77 килограммов, 450 граммов. Представляет бойцовский клуб Ермак. Профессиональный рекорд, три боя. Во всех одержанные победы. Аганес Лосканя. Fighter and the Red Conner from Новосибирск. He is 27 years old, 182 centimeters tall and weighing in, 77.50 килограммов. His professional record. Six fights, six wins. В красном углу боец из города Новосибирск. Ему 27 лет. Рост 182 сантиметра. Вес 77 килограммов, 500 граммов. Представляет бойцовский клуб РАТ и авторскую школу Шторм. Профессиональный рекорд. Шесть боев. Во всех одержанные победы непобежденный Михаил Дорошенко. Рефери Георгий Томоев. Бойцы на середину. Так, парни, вы профессионалы. Правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушаю внимательно команду рефери. Пожали руки. Удачи обоим. По углам. Михаил Дорошенко и Аванес Восканян. Трехраундовый бой по пять минут здесь у нас на турнире RCC интро. Ну и, конечно, нам эта история интересна. Я вот сейчас, Саша, рассказывал, насколько неплохо выглядит Дорошенко при весовой в 77. Ну, природный атлет, так или иначе, работяга. А по случаю Восканян, наоборот, пытается в этом году для себя запрыгнуть как можно выше. Победа в GFC над Магомед Султаном. Магомед Султановым дала возможность Аганесу провести сейчас бой на RCC. Отличный лукик от Торошенко под наш разговор. Ну и, конечно, не зря его прозвали бульдозером. Да, у него манера такая. Да, у него и внешний вид, я тебе скажу, честно говоря, такой. Два боя из четырех он выигрывает досрочно. И сейчас вот находится в шаге от сотки лучших полусредневесов России. Сейчас расстреливает буквально Дорошенко. Три победы нокаутами у бульдозера, одна приема. Попытка броска сейчас будет от Аганеса, я думаю. Конечно, это не вопрос там антропометрии, да, какой-то, но есть ощущение, что в Асканян меньше. Да, это просто даже визуально заметно. Но, опять же, в смешных единоборствах физическая форма, она, конечно, важна, но не настолько сильно, как мышление. Мышление. Друзья, по пришло удушающего приема от Аганеса. Да, но быстро-быстро развел руки своего соперника Михаила Дорошенко. Для Дорошенко сейчас ситуация невыгодна, ему нужно дистанцию создавать, ему нужно ударами работать. Но немножко стало страшно, да, сейчас? Ну так, да. Уж очень уверенно Аганес поработал. Я думаю, сердечко ехнуло у Дорошенко. И продолжаю сейчас прижимать и отбивать ноги. Такая достаточно местами скучная, но очень кропотливая работа, которая в дальнейшем может принести свои плоды. Призывает Михаила работать локтями, не забывать о них. Ну и как раз-таки вот это преимущество в Афинку. Мышечная масяня, развеял я про это сказать, как Аганес тут же успел ситуацию повернуть в свои. Ну для Восканяна, я думаю, вот это правильное развитие поединка, он так связывает Михаил Дорошенко. Выдает ему, как он обычно любит доминировать в стойке. И опять теперь уже Михаил. Но опять же, никогда не забуду фразу «Эти мышцы нужно чем-то кормить» в вопросах закисления. И посмотрим на самом деле, насколько выносливость у Дорошенко хороша. Показывает... Возникло предположение попадания в парку рефри. Но, однако, на Аганес сказал, что все было непонятно. Пока что так запер в этом клинче Михаил пытается перевести. Не давай, не давай, проверь, зайди, проверь ко мне сюда зайти. Развернула Аганес. И очень вязкий первый раунд. Михаил друг друга сейчас разворачивают спортсмены к сетке. Раз за разом. Очень вязкий такой, неудобный первый раунд. Да. Много позиционной черновой работы. Мы ожидали, как бы, честно говоря, рубки. Да, ожидали мы другого, это правда. А может, она сейчас будет? Бульдозеру пора включаться и заводить мотор, мне кажется. Потому что пока Аганес выглядит... Ну, предпочтительнее. Немного свежее, я бы сказал, да. Есть такое ощущение, что он немного свежее своего оппонента. Хорошая комбинация. Но привела к не очень хорошим последствиям. Но ты же сам говорил, что он делает все, чтобы от защититься от трейдам. И работает на это. Он этим и занимается сейчас. Какие вопросы? Посмотрел, он сейчас хорошо защитился. Но при этом все прекрасно пока, да. А вот теперь не сумел, но на колено приземлился. И тут же встает на ноги обратно Михаил. Ну вот, я об этом и говорил во время его представления. Именно это я имел в виду. Не дает себя прокинуть Михаилу, даже если он соперничный получат. Не самый приятный локоть. Правый локоть попадает прямо в голову. Ох, там коленом в колено сейчас пробил Михаила Ганессу. И у нас остается 30 секунд до завершения первого раунда Дорошенко-Васканян. Дорошенко сам попытается перевести возможно. Ногу забрал. Я сомневаюсь, что для Дорошенко это был геймплан. Вот хоть что мне говорить, я считаю, что это не его геймплан. Попадает, восканян под концовку первого раунда. И уж очень опасно это выглядело. Такая домашняя комбинация, знаешь. И пытается сейчас перевести Аганессу, но тут же снова на ногах, кажется, Михаил. Колено в голову. Второй раунд. И давай немножко обсудим первый, да, первую пятиминутку. Казалось, что Дорошенко с первых секунд выглядел чуть-чуть предпочтительней. Однако Аганесс навязал свою. Да, Аганесс. Аганесс с нами был не согласен, взял и хорошо провел первый раунд. Теперь вот двойку доносит во втором. Смотрите. И есть ощущение, то, о чем мы говорили, вопрос таки, посмотри. Ошивка от Михаила сейчас, он быстро поднимается на ноги. Миша, сиди. Ну вот, то, о чем я говорил еще раз. И снова ниже пояса. Нидральный угол пояса. Нидральный угол. Попадает Михаил Дорошенко. Ну, случайно Михаил сразу извинился. На восстановление. Ну и, конечно, здесь нужно отметить, что Восконян как раз-таки ощущения не давал думать. Да. Ну, наверное, не первые минуты, да, вот в конце вот эта шикарная концовка РК. Не давал думать. И как результат привел к тому, что Дорошенко на мгновение у меня сложилось такое ощущение. Буквально потерялся. Потерялся. Так или иначе. Другого я пока что не могу ничего. Мне кажется, просто геймплан у Михаила не работает. Он, наверное, все-таки хотел в стойке. Нет, не было. Поработать побольше. Не думаю я, что включался в его планы вот этот вязкий клинч, которого было так много в первом раунде. Интересно. Смотри-ка, интересная история. Аганес почувствовал, что вот эта комбинация его рабочая. Попробовал себя во второй попытке. Но здесь Дорошенко прочитал. И сейчас, мне кажется, что Дорошенко уже приготовил неплохую защиту под эту комбинацию. Сейчас проверим, прав я или нет. Ох, как уклонился сейчас от удара Аганес. Это было эффектно, друзья. Вот это пропустил. Вот теперь я узнаю Миндозера. Бульдозер завелся, судя по всему. И Аганес начинает как будто уже... Ну нет, не успел я донести мысль, а еще хороший Леву. Вот такую руку мы ждали в первом раунде, друзья. Какой забав, не видел, просто невероятно. Что творит, Дорошенко? Ну там откуда ты в Челябинске удар замахивался. Мне отсюда было страшно, что творит Дорошенко. Я гнил попутал на встречу. Ой, попадает, и попадает еще разок. Еще вследок попало. Я кажется, что Михаилу тяжело сейчас. И сейчас это попытка тейкдаун на телефоне геймплана. Да, я даже не сказал, что это попытка тейкдаун. Попытка спасения, попытка голову спрятаться куда-нибудь. Потому что нахватал сейчас лишнего Михаил. Не нужно было эти удары пропускать. А Аганесу просто респект. Он пока что читает своего соперника. И я могу смело сказать, пускай я знаю, что у нас смотрят в Омске. И Ермак на сейчас смотрят. И друзья Аганеса. 7 минут в исполнении Аганеса. Прекрасно, действительно. Это мы сейчас говорим исключительно с объективной точки зрения. Совместив и рекорд, и время в клетке. Абсолютно. Попытка провести слэм. Ну как, давайте. Толком не могут друг друга перевести в партер. Ребята, не тот, не другой. И сейчас Михаил... Михаилу нужно, конечно, решила... Он восстанавливается в основном пока, мне кажется. Еще, Михаилу, вот. Оттавливается сейчас ноги своему сопернику. Давай-давай, прям пятки, пятки, туда вставай. Пятки прям, Миша, стопы тебе. Подсказываю, что пить продолжать Михаилу из угла. Колено, Миша, колено. Но крайне хладнокровно стоит Аганес. Колено, сейчас колено, Миша, колено. Тоб gobierno 여�мака и Рати. То есть два клуба, которые, да,ened руются. И здесь два оператора стоят и работают. Да, вместе. Бывает. Друг с другом. Причем оператор Ать у Аганеса. Дорошенко развернул. Полторы минуты. И сейчас, конечно, Михаилу предпочтительней сделать что-нибудь... Я уже даже 세�инуGS я уже не знаю, что ему предпочт Bryan. В стойке его переигрывают, в парте его переигрывают. Что остается? Остается заряжать от Челябинска право. Видимо, только так. Пытаться расстреливать. Пока не получается. Это активность. Ну вот рефери даже говорит, что мало активности. Хороший локоть с разворотом. Ну и ух, кстати, в первом раунде еще просили этот локоть у Михаила. Аганет, ну сколько там? Три-четыре раунда попала. Посмотри, сейчас покупка слэма, разворачивается и проводит этот. С большим удовольствием буду слушать, буду слушать анализ. Потому что здесь ну очень интересный второй раунд. Да уж. Призывают Михаила забирать второй раунд. Много у нас событий во втором раунде. Ну шикарно. То есть просто великолепно. Это был локоть с разворотом. Ну локоть с разворотом. Хорошо. Еще интереснее. Было очень неожиданно для Аганетса. Казалось ему, что он контролирует все. Вот это в тени. Раферри призывает к активности. Ну вот этот контроль Михаилу нужен, потому что не самый удачный раунд для него. Ну и как удачно Аганетс защищается от этих ударов. Посмотри, как прижимается, не давая, без лишних сомнений, огромному Дорошенко проводить все удары. Стоп! Стоп! Стол, стол, стол. Быстрее, ребят. Возвращаемся к просмотру шикарного боя. Это Аванес, Аганес Восконяна и Михаил Бульдозер Дорошенко. Сегодня не очень Бульдозер, если честно. Слова, честно говоря, уже становятся какой-то кашей, когда видишь, как 10 минут парни показывают шикарный бой. Прямой от Аганеса. Аганесу в углу в перерыве сказали, заберешь раунд, заберешь бой. С этим я совершенно согласен. Я оценки преждевременную строить не буду, просто наслаждаюсь. Но и здесь из Омска такое ощущение. Был заряжен этот правый. И посмотрю, как раз. Хорошо попал в левый Дорошенко. Это домашнее. Это домашнее сто процентов. Ему нужно включаться, вот так защищаться от перевода. Все правильно пока. Аганес придет вперед, друзья. И слушай, вот это как раз таки техника бульдозера, когда он идет вперед и наносит такие достаточно хорошие темповые удары. Это, конечно, не дать себя тянуть вот сюда Михаилу. Уже поздно. Сейчас нужно подниматься, сейчас нужно из этого уходить. А это достаточно сложно. Кстати, новые перчатки я вот заметил, да? Еще стоят на дизайн. Но это ему пока не очень помогает в этом бою, если честно. Я просто знаю, что Липа ждет большой репрейтинг и большие изменения. И теперь Дорошенко пытается что-то придумать. Угол подсказывает ему, что это его бой. Но здесь субъективизм угла преобладает, скажем так. Хорошо подхватил сейчас Михаил, но насколько ему это нужно, я не знаю. Он пытается сделать бросок, потому что есть подозрение такое, что он... Давай, дергайся. В одну ногу посадил. Но Аганес неплохо в защите. Сегодня внести прям серый удар на лицо. Мне кажется, потерялся Дорошенко немножко. Развернись. Продолжает подносить максимально Дорошенко. Снова ниже пояса, что ли. Мне кажется... Нейтральный он был, звук был у него. И сейчас вот это будет большая пауза. Или будет снять балл с Михаила. Как неплохо Аганес, да, эту комбинацию. Причем ты видел, если Дорошенко вперед прет. Там она как бы не целенаправленно. Слушай, мы Георгия Томоева, да, он говорит, что не специально ниже пояса ударил Дорошенко. Просто это третий раз уже. Второй. Первый. Вторая остановка, да. И первый раз просто пожаловался. Не, первый не попал, а второй, да, уже конкретно было. Время есть. Время есть, действительно. У Аганеса. Будет внимательно. Понятно, что это в динамике было, но с вами будет внимательно. Да, будь внимательный, говорит Томо. Представляет, насколько спортсмену вообще это неприятно, потому что он не целенаправленный, но тем не менее. Он сразу извиняется. Вежливый, вежливый, вежливый Михаил. Призывает Аганес в таком добром достаточно стиле. Может, хватит. Может, хватит. Все мы помним двое Романа Богатого на UFC. Дебютные, последние. Ну ладно. Шутки в сторону. Аганес нанес прекрасную серию. Мы на этом остановились. И здесь уже буквально-таки кричали. Продолжают парни. И здесь попытка тейкдауна. Газос хочет все-таки заставить Тарашенко туда вниз. Для Тарашенко это вообще лишнее, мне кажется. Прижимает к сетке. Михаил Тарашенко. И просто руль целым. За последний лидер попал в хавгат. Попал Михаил. Я думал, в маунт успел запрыгнуть, но все-таки не успел. По стенке вставай кричаток. 27 секунд. И здесь уже целый зал прям буквально-таки поддерживает обоих спортсменов. Пытается, пытается Михаил улучшить свою позицию. Сейчас физическая форма Михаила дает о себе знать. Не нужен гард призывает угол. Показать с коня. Михаил здесь буквально два угла сошлись. Они сошлись, да. Кричат, пытаются друг другу перекричать. Михаил продолжает попытки поработать сверху хоть как-то, нанести удары. Не давай залезть туда. Не давай залезть туда. Одни кричат «залезь», другие кричат «не давай залезть». Действительно противостояние двух углов. Ну и для меня, конечно, это окончание, это концовка этого боя, я ожидал яркую. Но сейчас, наверное, то, на что мы с тобой всегда обращаем внимание, работа исключительно на суде. Потому что на результат. Хорош, как попадает с левой руки по голове. По голове Дорошенко попадает на сканя. 57 секунд, и мы с вами постепенно входим в ту самую концовку, когда два непобежденных бойца. Но через 50 секунд и третий слэм. Третий слэм, друзья. Михаил решил в борьбе отработать концовочку. Интересное решение от бульдозера. Руку вытащить и поработать, может быть. Ну или там, да, по корпусу хотя бы. Уже сил мало и у того и у другого. Кстати говоря, свой предыдущий бой проводил менее двух месяцев назад на Лиге Гориллу Файтинг Чемпионшип 27. Там он победил Магомед Султанов. Магомед Султанова в очень хорошем стиле, чем заслужил себе еще один бой. И продолжает, посмотри, как пытаться Дорошенко. 15 секунд остается. Аконес не в самой лучшей позиции. Угол предлагает придумать что-нибудь. 10 секунд остается. И Аганес, и вот та самая концовка. Дорошенко пытается вспомнить, почему он бульдозер. И заканчивается этот 15-минутный Рубилов триллер. Большинством судейских голосов победу одержал. And the winner by majority decision. Аганес Восконян! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok